здравствуйте меня зовут любовь я хотела снять вам влог у меня не вышло ни хрена поэтому я снимаю подводку к нему вы можете промотать весь этот влог потому что он самый идиотский влог вашей жизни но можете поневротизироваться вместе со мной посмотреть его а после того как я закончу я еще сяду и поговорю с вами но просто вот как бог на душу положить так и поговорю я хочу держать с вами связь вот так очень холодно идем к машине она работала но недостаточно чтобы хорошо прогреться но ничего привет мы едем по вообще несущественным делам я забыла штатив очень плохо как же я вам буду снимать то без штатива это прямо очень плохо конечно не знаю плохие новости это очень плохо потому что как я вам буду снимать без штатива ну как бы никак это так все уныло и говно может быть я могу его оба что-то опереть я не знаю бутылку черт и мне совсем не с руки и возвращаться ну что это это безобразие конечно просто вам видео что ли снять у меня целая речь была по поводу того зачем мы едем куда мы едем но это безобразие ребята я же не могу все время на вытянутой руке держать она посмотрим вообще мы должны были с вами ехать за туалетной бумагой вот такое вот вступление ради туалетной бумаги есть одна особенная туалетная бумага она прям будет единственная прекрасная мягкая и у меня целая речь по поводу туалетной бумаги была заготовлена и едем в яицный магазин где она еще осталась как вы понимаете туалетная бумага это последняя мягкая и дорогая что хотят возить сюда после всего посмотрим есть она там или и там нет грейм машину минус 16 кажется что минус 25 я конечно отвыкла уже таких температур потому что вот эти минус 16 в том городе где родилась это совершенно адекватная нормальная температура и всю зиму так и никакого дождя там не бывает раз 15 лет это событие потом люди помнят а здесь то что на новый год это как-то вот совершенно нормально ох черт как же я не довольна собой что я забыла штатив и ты должен был быть просто влог ну все как всегда пошло на хрен не так поэтому может быть я дома расскажу посмотрим что я еще смогу вам снять и хотела мыло для рук купить в пустых банках она у меня есть я хотела его заменить снова таким же точно потому что она мне показалось прям крутым не мы с вами должны будем еще заехать в литуаль потому что вам по-моему только там она есть у меня замороженный рот от холода окей ладно давайте попробуем доехать и разочароваться у нас туалетной бумаги такой больше уже нет ладно я очень давно не была за рулем и я увидел жалость в кресло сижу и боюсь знакомый маршрут совсем недалеко но тем не менее пожелайте мне удачи как приеду сделаю включение я доехала я доехала и так себе доехала но доехала все в порядке у всех все хорошо со мной все нормально с машиной все нормально был один человек который был мной на дороге недоволен но как-то как-то не так чтобы прям очень плохо из-за холода замерзли у машины форсунки если я все правильно говорю это место из которой жидкость умывательная подается несмотря на то что холодно на стекло все равно прилетает какая-то дрянь у меня есть способы для размораживания мы сейчас с вами это сделаем у меня есть специальная жидкость в спрее для того чтобы отмораживать окна быстро но окна я быстрыми этой жидкостью не отмораживаю я брызгую на сами форсунки и они должны работать вот смотрите сейчас я попробую вам показать итак мы пытаемся побрызгать на стекло дворники работают а брызг нет бедные дворники это очень плохо для них теперь пойдем возьмем из багажника спрей и посмотрим сработает или нет в прошлом году сработало я утеплилась как вы видите у меня теплая куртка и пойдем в багажнику морозный снег так снег такой знаете морозный скрипит видите видите как я близко встала это мне надо в сугроб прямо отъезжает не отъезжает ну давайте попробуем очень неудобно не могу придется отъехать давайте отъедем машина грязная внутри грязная снаружи грязная вот что значит либо долго не ездить сейчас будем отъезжать причем видите багажник то я цепанула он как бы открыт но места мне там нет совсем стать вот с открытым багажником отъезжала 2 скрипим и идем так где где-то здесь вот анти лед вот это вот фигня анти ну давайте пробовать вот они видите открыть господи у меня руками с перчатки дико вообще дико холодно очень очень холодно вот прям очень вот так видите вы так что-то не видите я не знаю вообще брызгаю прямо на них и вторую так же надо забрызгать посмотрим ааа ну вот вторая так ну должно вроде все должно помочь надо ее закрыть оттого у меня там разольется и будет вонять так закрываем да на крестик и обратно сейчас установлю и проверим а такая холодильная это пиздец я так от этого отвыкла ладно проверяем так ну-ка ни хрена не помогло так ну походу у нас жидкость с вами замерзла говорили что не замерзает у нас походу прям замерзла жидкость потому что нет ни хрена никакой же это очень 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 плохо ладно подождем может они отмерзнут но что-то это прям очень плохо вернулась я из магазина и заработала ура мой способ сработал а то я что-то так расстроилась ура так туалетной бумаги там не было вот ни хрена ее не было но это было ожидаемо купила какую-то другую посмотрим может неплохая та была сделана в швейцарии это была клинок сделанная в швейцарии и ну очевидно да теперь я купила что-то сделанное я не помню где в общем тоже не здесь будем надеяться написано софт написано sensitive еще купила мицеллярную воду моя кончилась мне же все кончилось все туши высохли а мицеллярная вода все тоже закончилась я очень рада что у меня заработала умывательная жидкость значит мой способ до сих пор еще все в порядке я думаю да ёб твою мать ну что случилось ну жидкость эта испортилась зачем и будет боже там какая-то жуткая химузина а видимо время должно было нужно было время чтобы проникло в эти отверстия и все бы заработало заработала я рада без 15.03 вечереет мы сейчас попробуем с вами поехать и все таки купить это мыло для рук тоже его наверное уже нет а вдруг есть купила еще себе макароны пасту 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 с белыми грибами в общем какой-то день вот вообще вот все не так вот все не так совершенно я себе не нравлюсь вообще все все никак но может вам хоть весело что ли будет ну давайте мне у меня тут откроем окно верхнее окно панорамное все замерзло о как много снега это на машине но вот это вот я не езжу и никто ни хрена не убирает понятно понятно вот это я обычно все убираю а тут я как-то села ничего не посмотрела доверилась так сказать ну и вот в машине грязно машина грязная омывательная жидкость не брызгает на машине снег сверху вот так вот отлично а еще знаете что хотела я хотела накрасить губы красной помадой сделать красивые фотографии ни хрена вообще нет я вот вообще никак ничего не нравится ни свет ни то как я выгляжу абсолютно какая на хрен красная помада ну может я накрашусь ради прикола просто просто чтобы типа было смывать три дня в общем кошмар но зато знаете что хотела показать какие а уже все растаяло не растаяло в общем крыша такая интересная и такие вот красивые заинтересные штуки на ней я сначала испугалась думаю ёб твою мать трещина да что это такое да сколько можно ну в смысле сколько можно только вот к машине там не подходишь какое-то время и сразу замечаешь что как-то все хуже и не прибронить стало ну вот такое не все так щепетильно конечно к этому относятся и я тоже могла бы менее щепетильно к этому относиться но это уже мое признаки тревожного расстройства так сказать ну поехали куда-нибудь еще за мылом поехали ехала до места где летуаль у меня теперь у нас задним проблема дворником видимо там то же самое с форсункой еле-еле брызгает а я вообще люблю когда заднее стекло чистое ну сейчас попробуем я вам потом доложу о результатах вы знаете обратно ехать было веселее чем вперед вот прям явно как-то я вспомнила машину она меня вспомнила и как-то вот повеселее мы ехали но в каких-то местах я думаю можно было бы и поспокойнее быть так сказать посмотрительнее но доехали вот без проблем отлично и очень хочется покурить конечно очень хочется покурить и прямо сейчас я покурю сейчас я это сделаю вернулась конечно не было нифига господи что у меня с головой то не было никакой никакого мыла этот бренд есть но мыла этого нет купила такое с этим ароматом крем для рук мне понравился ну состав неплохой там какао масло на первых местах купила этого этого же бренда мыла но апельсиновый цвет я не знаю что я продолжаю покупать потому что он не всегда в итоге пахнет пластиком вот пустые банки буду снимать вот я вам прям покажу возможно когда я вернусь домой это произойдет уже скоро я вам покажу что я вам покажу я вам покажу вообще что я взяла там всего несколько позиций в косметическом магазине то совсем чуть-чуть ну вам же интересно все ну мне бы то есть было бы интересно но не все же давайте очень серьезными правда у меня такое должно быть мега серьезное видео на тему того что уже знаю произошло за этот год и как наша жизнь радикально изменилась что я совершенно оттягиваю этот момент потому что это будет видео видимо на 10 часов и придется его дробить я думаю на части ну в общем готовьтесь я сама готовлюсь а пока абсолютно бессмолезный самый идиотский влог в вашей жизни приехала домой еще я нашла в литуале значит трусарди ну естественно в моем этом провинциальном литуале нет трусарди вот этих вот крутых трусарди дорогих их трусарди с чей-то на голове там знаете что-то такое сейчас кто-то паркуется я прям боюсь что в меня припаркуется нет мимо паркуется отлично у них там на голове собака крышка весь головы собаки кого сделано осла оленя в общем собаки по моему или коровы или жирафа короче вы понимаете у них конечно нет у них есть обычный какой-то кажется новый я не знаю новый не новый а вот сейчас приду домой скажу чем от тебя так воняет вот стопроцентно какая-то полосатая бело-розовая бутылка что-то такое пудровое белое что-то в этом есть я не знаю что это может быть табак табак ваниль хрен знает я это вообще все плохо очень отличаю ну в общем вот и у меня хорошее настроение удивительно я даже не знаю покажу ли я этот влог потому что вам этот влог потому что вообще ни о чем я заговариваюсь мне холодно и так далее но сейчас просто заиграла хорошая песня которая мне нравится и я прям в восторге от этой песни и хочу прийти и все вам показать и я вам даже машину в общем машина грязная снаружи грязная хотя вот сейчас стоят холода можно было бы и помыть но я как всегда лежу ну не умираю ну в общем без сил вторая половина ездит по своим делам тренировки не до этого не до помойки машины в итоге машина грязная внутри она тоже грязная мне это не нравится но могла бы сама поехать и помыть правильно но я вот не ехала и не мыла я уже очень давно не была за рулем и в общем сегодня я рада что я выползла я конечно с собой дико недовольна что я вообще забросила это все потому что я думала что а толку ну в общем я вам про это все рассказывала почему и в принципе это моя такая вот защита единственная когда я просто прекращаю существовать и я ведь столько потратила на это даже не денег я ведь столько потратила силы времени разъезжая со своим этим инструктором и я все равно хоть как-то пыталась ездить и мне есть что вам рассказать по этому поводу но все равно мне кажется что конечно по сравнению с тем что было вообще когда я у меня был долгий перерыв и впервые пришла к инструктору водить машину это небо и земля это небо и земля но тем не менее могло бы быть гораздо гораздо лучше для этого нужна практика а практики у меня как таковой нет конечно я езжу гораздо больше чем когда-то но практически несколько вот этих 9 месяцев десятый уже пошел почти ничего не было потому что казалось это все абсолютно бесполезным и когда там такое вообще у меня права нет не то что там за руль садиться чтобы у меня хоть что-то было своего в общем к терапевту я это все что-то вот в этом есть просто называется трусарди полосочки одна такая пудрово-розовая другая офф-вайт или бежевая или белая что-то в этом есть мне это даже что-то напоминает я так что-то рада что я сегодня была за рулем что я даже уходить из машины не хочу представляете хоть она и пыльная внутри и грязная вся снаружи а теперь скоро будет потепление она будет еще грызнее снаружи кстати задний дворник так особо ну давайте последний раз попробуем ну-ка нет не заработал и я не могу сказать что эта жидкость высохла потому что это не жидкость замерзла потому что это не жидкость потому что переднее стекло работает ну я побрызгала может быть плохо побрызгала может опять надо побрызгать в общем заднее стекло заднее стекло очень плохое очень плохое заднее стекло я в общем приду домой и покажу вам наверное то что я купила вот так И у меня это уже все сейчас прокиснет, поэтому надо прям идти домой. До свидания, ребята. До свидания, мой любимый Кашкай. Я обещала вам показать. Вот я вам показываю. Смотрите, что я купила из еды. Я купила анигири. Вот. Анигири с лососем. Сама я их не ем. Вторая половина просила купить, раз уж я куда-то выберлась. И анигири с угрём. Говорит, очень вкусно, очень нравится. Либо соевым соусом поливает, либо так ест. На бегу очень удачненько можно это ухватить. Прям любит. Достаточно большие они такие, эти анигири, внушительные. Вот анигири я взяла. И для себя, я, кстати, очень голодная, фетучини. Белые грибы с шампиньонами в сливочном соусе мне очень нравится. И это я прям вот люблю. Это мне очень нравится. Смотрите, как выглядит. Выглядит очень прилично. Много грибов, много соуса. Я люблю эти фетучини. Такие плоские, толстенькие. Замечательно. Недавно для себя открыла и решила себя вознаградить за то, что я пусть куда-то на машине съездила. Далее. Далее я купила туалетную бумагу все-таки, но уже другую, вот какую-то вот такую. Упс, экселленс, сенситив, хрен знает. В Венгрии она сделана. Я так ее пощупала, вроде мягкая. Но они все кажутся вроде мягкими. А в итоге получается какая-то фигня. Но будем надеяться, потому что той, скорее всего, моей-то и Клинокс уже я не куплю никогда. Но, к сожалению. И из интересного. В аптеке я купила вот такую мицеллярную воду. Авен, Авена. Вот я постоянно неправильно произношу эти названия. И даже не смотрю заранее. Ну ладно, вот как смогла. Мои все закончились. Мне надоело покупать одно и то же. Поэтому я покупаю у разных аптечных брендов для чувствительной кожи. Посмотрим, понравится мне это, не понравится. Я в мицеллярной воду снимаю макияж с глаз. И лицо протираю перед тем, как умываться. Потому что я заметила, что если я лицо не протираю перед тем, как умываться, явно надо гораздо больше намыливать лицо. И как-то так, мне кажется, чище. И макияж с глаз в основном всегда мицеллярной водой убираю. Вот надо бы, может быть, вернуться мне к моей практике, когда я убирала макияж с глаз гидрофильным маслом. Но мне что-то так лень. Я так привыкла к этой мицеллярке. В общем, вот очередная мицеллярка для чувствительной кожи. 200 миллилитров. Посмотрим, понравится она мне, не понравится. И в Литуальке. Вы знаете, Литуальку я не очень уважаю. Но так как это один из близких магазинов к дому, изредка туда захожу. Мне, кстати, сказали, что моя карта там больше не работает. И вообще ее надо выкинуть. Потому что я раз в три года там бываю. И я ее, конечно, выкинула. Но, слава богу, по номеру телефона сохранилась моя скидка. В общем, что я купила? Мне нравится этот бренд. Перелье. Перелье. Может быть, Перле. Насколько я понимаю, бренд этот французский или итальянский. Где сделано? Это ваниль. Этот крем с ванилью сделан. Где? В Италии. Да, Милану. Да, скорее всего, это итальянский бренд. Я купила себе маленький крем для рук. Карибиен ванила. Карибская ваниль. У меня было такое мыло для рук. И мне дико понравилось это мыло для рук. Оно пахло, знаете, как-то дымно, мятно и сладковато. Ничего особенного, но аромат был прям замечательный. Я очень надеялась сейчас это мыло для рук повторить. Но не было. Был зато вот такой для рук крем. Я его даже еще не нюхала. Я вот его понюхаю и расскажу вам про аромат. Я думаю, вот этот 1793 это год создания. Если так, то это какой-то дико старый-старый-старый бренд. Было у них там другое мыло для рук. Этого же бренда, но цветочный, как апельсиновый цвет. Я не знаю, зачем я это сделала, вот честно, потому что я терпеть не могу апельсиновый цвет. Люблю как образ, а в итоге все это заканчивается тем, что у меня этот апельсиновый цвет пахнет пластиком. Замечательная такая розово-матовая бутылка. Такой приятный на ощупь материал. Какой-то софт-тач. Ну, аромат. Нет, не совсем пластик, но он вообще никакой. Какой-то очень мягкий, неуловимый, цветочный. И мне, я не в восторге, но раз уже взяла, буду пользоваться. Что хорошо в этих бутылках? Обратите внимание, дозатор, вот он на лицевой стороне. Почему-то очень часто даже какие-то дорогие косметические бренды делают так, что дозатор открывается вот туда, и ты его никак не провернешь, нифига. И у тебя это все стоит вот в таком вот виде, и дозатор как-то сбоку. Я вообще не понимаю, почему они так делают. Здесь крутятся во все стороны, и мыло подается оттуда, откуда надо. Вот за это им большое спасибо. Ароматом не очень довольна, но упаковка зато красивая. Я на это ведусь такая, ни к чему не обязывающая, изящная, розовенькая. Там у них еще было мыло вот 300 лет назад. Я его покупала когда-то. Мыло называлось что-то с миндалем. Вот было отличное мыло с миндалем, но нет, его там уже есть, по-моему, лосьон для тела такой, или гель для душа. Надо туда еще сходить на разведку посмотреть. А из для рук было только вот это, поэтому только это я и взяла. Вот, собственно, и все мои покупки. Вот, между прочим, между прочим, что я вам еще хотела показать. Никакой упаковки, кроме этой, у крема для рук не было. И я прямо сейчас вот заволновалась, думаю, ну, бывает, люди, знаете, открывают, нюхают, тестера не было. И я так с замиранием сердце открыла и обнаружила вот что, хлястик. Очень я хлястиком довольна, то есть прям никто не пользовался, никто не открывал. Сейчас торжественно откроем, нанесем на руку. И я вам расскажу о своих впечатлениях от аромата, такой же или нет. Но если вообще все пошло не так, то давайте я вам покажу уже старую упаковку. Вот, смотрите. Старая упаковка моей любимой восхитительной туалетной бумаги. Клинокс Катонель Премиум Кэр. Вот она правда сделана в Швейцарии и не могу нигде найти. Я думаю, что не найду больше никогда, к сожалению. Очень хорошая была туалетная бумага, восхитительная. Вот такая получилась полная фигня. Да, я с красной помадой, как вы видите, я решила победить сегодня и намазала красную помаду победительницы. Все-таки проблема невротика в том, что ему вечно все не нравится. Особенно творческого невротика, у которого есть какие-то мысли, эмоции. Вот я прям хочу-хочу что-то сделать. Ты даже себе какой-то план наметил. И план пошел по пизде. Во-первых, вот этот крем, я его нанесла. Я вам хочу сказать. Я вам хочу сказать, что он пахнет точно так же, как пахло это мыло для рук, которое я сегодня думала найти, но нифига не нашла, потому что, к сожалению, вот такая ситуация не была. Но здесь неплохой состав, я повнимательнее посмотрела. Тут на первом месте после воды масло какао, потом еще есть экстракт ванили, масло авокадо. Замечательная такая легкая текстура, может быть, легка силиконистая. Силикон тут тоже есть, но где-то на последних местах. В общем, я к силикону спокойно отношусь, особенно если кроме силикона что-то есть еще. Вот здесь вот есть что-то еще, и он такой белый, легкий, быстро впитывается. Прекрасный этот аромат. Что с этим ароматом? Вы знаете? Вот чем-то отдаленно, но, конечно, не всей роскошью, как этот парфюм, чем-то это напоминает табако-ваниль Тома Форда или какие-нибудь ароматы Зеленский энд Роузен тоже с табаком и ванилью. А здесь я ощущаю мятный холодок. Вот какой-то то ли табак, то ли алкоголь, то ли все вместе. Все это, конечно, очень разбавлено и так мягко, но для кого-то может быть и рисковато. И вот какую-то, да, сладость ванили. В общем, очень прикольно. Выяснилось в ритуале. Вот мои штаны, видите, я в домашних штанах, в старом свитере, в домашних штанах и в красной помаде. В ритуале выяснилось, что моя карта уже давным-давно не работает. Я реально туда хожу раз в несколько лет и не работает моя карта в ритуале. Но по номеру телефона у меня сохранилась скидка, я была очень довольна. И поэтому вот этот крем и мыло для рук я купила где-то рублей за 600 все вместе. И у них еще там какие-то скидки, что ли, сейчас. В общем, как-то я удачно зашла, была крайне довольна. По крайней мере, тем, что вот этот вот крем был. Тем мылом я не очень довольна, но вот крем, обратите на него внимание. Вот так называется бренд Caribbean Vanilla Caribbean, 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 наверное. Карибская ваниль. Я вам оставлю название в описании под видео. Вот хочу вот посидеть с вами вот тихо. И еще, когда я снимаю где-то на улице, проблема в том, что видите, какие красные руки. Особенно вот эта, потому что она все время была без перчатки. Я пыталась что-то снимать телефоном, и она до сих пор не отошла еще от холода. Вот намазала, намазала этой ванилью. Ну, руки, ну, что, остается греть и ждать. Видите, какая разница? Вот вы не видите, может, я вот вижу прям красные руки и та и другая рука, потому что холодно было. Итак, с чего вообще все началось? У меня в голове был план. Вообще-то до, в общем, год назад где-то я снимала влог. И вот прямо накануне 24-го. И понятно, что этот влог никогда не увидит мир больше, потому что это все совершенно не актуально. И я не могу, мне туда больно смотреть. Я просто, наверное, удалю те видео. И хотелось как-то немножко дальше продолжить жить. И я думаю, я вот как смогу, вот попробую снять влог. Сяду за руль, наконец-то. Там у меня был перерыв недели три. И у меня планов, блядь, было громадье. Ну, то есть, сделала все то же самое, только чтобы вот красиво было, понимаете? Чтобы было красиво. И все сразу идет не так. Утром у меня был свободный день. Вот я утром просыпаюсь и думаю, ну, может, никуда не ходить. Может, ничего не снимать. Или как-то тихо съездить там, попереживать и спокойно вернуться. Ну, потому что, понимаете, все эти съемки, это время. И как-то ты себя что-то вкладываешь, какие-то эмоции. Иногда хочется быть наедине с самим собой и в своем ритме, так сказать, двигаться. Ну, потом что-то я решила. Нет, я пойду, я поеду, вторая половина из дома работает, дома находится. И начинается какая-то вот эта вот суета. Вроде как тебе пытаются помочь, но как-то вот и спасибо за помощь, и вообще люблю, обожаю и так далее. Ну, что-то все вот идет не так как-то. Во-первых, давай я зайду, выйду, заведу машины, две машины, одна наша, вторая от работы. А вторую от работы тоже что-то надо было завести. И вообще наша с брелка заводится из окна. Ну, я уж спущусь, заведу, вернусь. Мы с тобой тут посидим, поговорим. Вот тогда ты поедешь, а время идет, я уже настроилась, и все это как-то отодвигается. У меня еще был план, я, значит, дойду до машины, буду снимать вот машину, что-то буду говорить в процессе, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, да, конечно. И я думаю, я еще хочу какую-нибудь сделать фотографию в машине с красной помадой. Прям вот я хочу, я уже давно это хочу сделать, у меня уже год хочу, у меня ничего не получается, как-то все не доходит дело до этого. И я начинаю искать эту красную, у меня две красных помады, обе Диоры. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 3 девятки, вот мой любимый этот их оттенок, 3 девятки, этот классический знаменитый оттенок Диора, Диор Руж. У меня вот есть одна матовая, а вторая с глянцем. Я хочу матовую, вот я хочу вот эту матовую, я ее начинаю искать, ее нигде нет. Нет и нет, нет и нет, нет и нет. Потому что она у меня была в какой-то другой сумке, уже подготовлена, чтобы снимать себя с красной помадой 3 года назад, год назад, 2 года назад. Я все-таки этого и не сделала в итоге. В общем, еле-еле я ее нашла, все, водрузила в сумку, и вот начинается вот эта вот оттяжка по времени, вот, понимаете. Вот я сейчас схожу, спущусь, не я вторая половина, схожу, спущусь, заведу машины, потом вот вернусь, все время идет, уже какой-то день наступил, уже скоро заката, я все из дома никак не вышла. Я говорю, все, я, короче, пошла, сколько она там проработала, там 3 минуты, все, ладно. Я начинаю выходить, поскальзываюсь, почти падаю, но не падаю, обхожу машину, холодает, ну, то есть меня вот уже начинает сковывать холод, нажимаю на кнопку двери, чтобы открыть дверь, она не открывается. Я ее дергаю, она не, ну, вы видели это в видео, я ее дергаю, она не открывается, дергаю, не открывается. Господи, оказывается, вторая половина, машину завела внутри машины, потом закрыла на сигнализацию и оказалась дома. Отдала мне ключ, и я вот вернулась, и я, а когда так машину заводишь и так закрываешь, она с кнопки на двери не открывается. Короче, у меня застывает рука с этим телефоном, я царапаю эту дверь, ручка не отодвигается, нифига, я замерзаю, начинаю жутко злиться, машина вся грязная, мне это не нравится, я чуть только что не упала на дорогу, потому что очень скользко. И я понимаю, так, ну, видимо, ее закрыли на сигнализацию, я начинаю перебирать брелок, начинаю открывать этим брелком с ключом от машины, не открывается, начинаю брелок от сигнализации. В общем, на пятнадцатую попытку, наконец-то, машина открылась, я оттуда села, и я поняла, что я забыла штатив. Думаю, блядь, если я сейчас еще вернусь за штативом, это я вообще никогда не закончу. А у меня такие были планы. Я, знаешь, красиво сниму, как эта вот дверь открывается от нажатия на кнопку, сяду за виду, а внутри все что-то пыльное, такое грязное. Я очень давно не ездила, и, ну, в основном, слежу за этим. Я, в общем, вот такая ситуация, и она грязная. И у меня как-то и сил-то нет, и ресурсов вот ехать ее мыть. В общем, все сложно. Я думала, я сейчас сяду, красиво заведу, красиво дверь открою, установлю штатив. Пока она будет прогреваться, я вам пару слов скажу. Скажу, куда мы едем, то да сё. Возьму аромат, вот скажу, вот как он прекрасен, для этой морозной погоды. Красиво этим ароматом обольюсь там. Та-та-та-та-та. В общем, про аромат я нахрен забыла. Чё-то там, вот, ну, вы видели, с руки наснимала. Короче, поехала. Поехала плохо. Какая-то газель заперлась в отбор, мы с ней еле разъехались. А здесь все время жуткая движуха. Много людей, много машин. Дети с саночками, дети на самокатах. Мамы с колясками. Машина туда, машина сюда. Никто не может нигде разъехаться. Выезжаю уже на главную дорогу из двора. На главную дорогу из двора. И, ну, в общем, такая ситуация, что чувак поворачивает. Он не влезает. Потому что сугробы сбоку. И сузилась дорога, он не влезает. Ему надо ждать, пока я выйду. Там слева бесконечный поток машин. Он мне сигналит, начинает жестикулировать. Типа, я же тебе закрыла эту полосу. Давай, выезжай в эту полосу. А мне не надо в эту полосу. То есть, понятно, что мне в нее надо выехать. Но мне надо, чтобы потом из крайней правой быстро перестроиться в крайнюю левую. Для того, чтобы уехать дальше, куда мне надо. Я понимаю, что если я сейчас выйду вот так, а там бесконечный поток машин, я просто не успею это сделать. А он жестикулирует. Он сигналит. Типа, давай, что-то тормозишь. Я же вот перекрыл тебе эту полосу. Давай, выезжай. Ну, я хочу, чтобы стиханула и выехала. Ну, естественно, в итоге поехала в другую сторону. Там как-то добралась потом чуть другим маршрутом. Но... И он вот этой вот жетикуляции. Вот это вот, что я давно не была за рулем. Знаете, есть такое видео на YouTube. Я не знаю, там миллиард просмотров, по-моему. Дура заруливая. Или как-то так называть. В общем, там тоже не могут разъехаться две машины. Кто-то снимает это сверху с балкона. И, по-моему, там кроссоверы. За рулем женщина. А вторая то ли Toyota Camry, то ли что. Но какой-то седан длинный. И этот из седана рассказывает ей, что ей надо делать. И так далее. И он ей орет, дура заруливай, дура заруливай. И это продолжается, не знаю, 7-5 минут. Он просто уже бьется в истерике. Я думаю, он бы ее убил. Если бы как-то вот мог и ушел бы от ответственности. Я думаю, вот он бы прям это сделал. Это, конечно, очень забавное видео. Но я против таких методов общения между автомобилистами. Мог бы спокойно объяснить, что ему надо. Но, наверное, он думал, что он сначала спокойно объяснил. А она все равно дура. Дура, блядь заруливай. В общем, я думаю, что этот примерно так же думал обо мне. Вот. И как-то я довольна. Нет, все нормально. Но как-то довольная нервно доехала в этот магазин, где я должна была купить торжественную туалетную бумагу, которую я не купила. Дело такое. Деликатная, интимная туалетная бумага. Вот мне нравится вот только одна, которая была. С ними же как бывало. Когда-то, там много лет назад. Ты ее покупаешь. Она классная, она мягкая, все хорошо. Проходит время, и она становится почему-то жесткой, а стоит столько же. Ты находишь другую. С ней та же самая история. В общем, перебрав все, все клиноксы, зевы и так далее, мы нашли в итоге этот клинокс Котонель, суперсофт или как-то там. Ну, естественно, она отовсюду пропала. Вообще, вот последнюю партию я вот купила в том магазине, в который ехала. Больше нет. Купила вот какую-то другую, вроде так вот пощупала в упаковке. Вроде мягкая, а так хрен знает что. Ну, не нашла и не нашла. Ну, вот зато паста была. Зато была паста, которую я вам показала. Что еще такое вот? Обратно ехала уже веселее. Ну, вот прям обратно ехала веселее. Хотя тоже где-то могла бы быть и повнимательнее, и помедленнее чуть-чуть. У меня музыка играла хорошая. Я вот недавно, мы куда-то ехали с второй половиной в Кашкаре. И я вот там оказалась в салоне, у меня прям вот пронзила ностальгия. Как я хочу снова ехать и слушать музыку, чтобы все нормально было. Но все нормально уже не будет когда-нибудь, но явно не сейчас, не завтра. Новости паршивые. Понятно, что все тянется, 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 тянется и тянется. Поэтому я сегодня старалась не читать новости. Хотя, конечно, первое, что я делаю, когда просыпаюсь, это именно новости. Но я просто с вами поговорю. Послушайте мой голос, меня послушайте. Я знаю, вы любите. Я не хочу терять с вами связь больше. Поэтому я с вами разговариваю. У меня еще из хорошего что? Мне кажется, я вам все это нытью про помаду рассказала и про то, как все неудачно вышло. Я починила свечу. Пожалуйста, вот, посмотрите. Это теперь свеча трезвого человека, а не пьяного. Видите, нормальный фитиль, абсолютно все хорошо. Я ее починила. Как бы нам ее с вами зажечь? Давайте зажжем. Ну, вы ее, правда... О, зажженная она вот тут вот будет огонечками. Огонечками своими вас развлекать. Подождите. Так. Так, еще достаточно зажигалка еще влезает. Опа. Пусть теплится. Пусть теплится свеча. Но сразу, видите, какой теплый, мягкий отблеск у меня на левой стороне. Как я ее починила? У меня от фитиля, вы видели, там оставалось вот совсем ничего. Каждый раз, когда он горел, он тонул в воске. Я подумала, мне очень жалко терять этот дефицитный воск и сливать его. Дефицитный, дорогой? Ну, что вы сделала? Я зажгла этот маленький фитилек. Дождалась, пока хоть что-то вокруг растает. Он утонул, естественно. Я взяла другую свечу. У меня была такая короткая свеча, не о чемная. Я ее разрезала, распотрошила и достала фитиль оттуда. Взяла палочку, апельсиновая палочка для маникюра с острым концом, вот острый конец. И пробурила дырку рядом с основным фитилем, который утонул. Пробурила дырку, не глубокую, но чтобы весь этот новый фитилечек, маленький, туда бы запендюхнулся. Сначала я пыталась его туда засунуть иголкой, но иголкой ничего не получалось. В общем, пришлось толстую дырку пробурить. И я туда аккуратненько вставила, ну, в общем, цепанула острым концом, цепанула этот новый маленький фитилек. Не до конца свечи, вообще не до конца, а где-то вот на такое вот расстояние, наверное, был этот фитиль. У меня опущен новый. И я его пустила рядом со старым. Ну, и он, конечно, был такой высокенький. Подождала сутки, чтобы у меня все застыло. И помолясь, ну, помолясь это громко, в общем, задержав дыхание, зажгла. И этот новый фитиль никуда у меня не упал. Он растопил воск. Вокруг воск прекрасненько залился в его ямочку. Он такой был стойкий. Вот. Он такой был стойкий. И он очень быстро этот фитиль растопил вокруг себя все. Дотопил до краю всю мою свечку. Подключился этот второй. Он уже больше перестал захлебываться. И когда я поняла, что они что-то оба, ну, уже прям очень много дают пламени, оно начинает чадить, я свечу задула, подрезала, снова зажгла. Очень быстро опять все зачадила. Я думаю, ну, мой дорогой, мой первый вот этот вот, ты уже вырос у нас, давай попробуем без приемных родителей. Вытащила вот этот вот, который был спасительный. И вуаля, у меня все горит прекрасно, никакой воски я не сливала. Вот вам на заметку, если вдруг вы оказались в такой же, ну, такой грустной ситуации, когда у вас залило основной фитиль, засуньте туда второй. Вот, засуньте туда второй, и вот у меня сработало, мне помогло. Мне кажется, я вам хотела рассказать что-то еще, но я вообще не помню, что. Я, кстати, вот в этих вот невидимых серебрах с этим зеленым невидимым гранатом. Они, кстати, очень удобные, они совершенно невесомые. И так интересно, красиво поблескивают, мне прямо нравится. Я так рада, что я вам снимаю это видео, я вообще так рада. Ну, конечно, мне как всегда, о, не очень бы хотелось. Да ладно, но на самом деле, положа руку на сердце, я поняла, что снимать видео, это прям мне, это дает, это меня наполняет. Вот, надеюсь, что это наполняет и вас тоже. Я прям готовлюсь к съемке блокбастера на тему, что случилось этим летом, этой весной. Мне прям надо сосредоточиться. Но я думаю, что будет, конечно. Я думаю, что, конечно, будет. Если я вот сейчас что-то еще вспомню, я вам еще что-нибудь расскажу. Вот такой самый дурацкий влог в вашей жизни. Вот такой ничему не обязывающий легкий разговор на кухне. Хорошо, что у меня есть время сегодня, хорошо, что я вас всех снова увижу, и вы мне все привет передадите. Если вы хотите мне задонатить, чтобы у меня было хорошее настроение и вдохновение, то милости прошу в первом прикрепленном комментарии, в описании под видео будет ссылка, куда мне можно задонатить. Я бы очень была за это благодарна. Вы знаете, кстати, мне кажется, я даже это новогоднее видео сняла, потому что мне несколько людей написало сообщение личное в месте, где есть картинки. Ну, не с просьбой, а с сожалением и с пожеланиями, чтобы я как-то нашла бы в себе желание снять. И как-то вот перещелкнула, понимаете? Поэтому донаты, они тоже вот прямо, знаете, очень вдохновляют. Это правда. Это правда так. С монетизацией, как получить деньги, я еще вопрос не решила. Я думаю сделать себе счет в Райфайзен банке. Кажется, пока это работает, мне надо еще почитать повнимательнее. Правда ли это то, что я думаю? То есть достаточно ли будет просто открыть карту в Райфайзене, у нее будет, на нее будет оформлен счет, у счета будет свифт, и у счета будет свифт, ну, и далее, как бы, может быть, я получу... У меня там больше 100 долларов. Очень, конечно, жаль, потому что я в эти видео душу вкладываю. Очень грустно, когда я не могу получить очередной транш, так сказать, вдохновения. Особенно, когда ты... Ну, это же такая работа души, если хотите. За работу деньги платят, за эту работу практически ничего мне не платят, но это всегда приятно, короче, такие вот рассуждения. Еще я хочу сходить на гигиеническую чистку зубов. Я 300 лет на ней не была, очень хочу сходить. Я вообще-то хотела бы еще и зубы отбелить, но что-то я боюсь. У меня вторая половина отбеливала, было как-то очень-очень больно. Ну, посмотрим. Обожаю вот эту вот красную помаду. Она не матовая-матовая, которая, вы знаете, намертво впихивается в кожу, и ты ее не сотрешь, не съешь, и все губы пересушены. Она вот просто помада, но матовая, без глянца. Она не вот эта матовая помада. Как там самые такие какие-то были веселые, популярные. Кайли их делала. Вот одно время прям все этими матовыми помадами мазались. Такие вот ходили все красавицы и красавцы, и все-все-все. Я никогда такого не любила. Я вообще помады в люди носить не люблю. Но этот цвет, этот оттенок, он божественный. Я люблю в нем для вас видео снимать. Так что я очень рада, что я ее где-то нашла в какой-то вот сумке. Все. Давайте будем вместе. Зажигать будем свечи. Спасать будем свечи. И как-то будем держать связь и быть друг с другом солидарны. Пока, мои дорогие. Кстати, по поводу этого трусарди. Металлическая ссака. Вот металлическая ссака. Вот прям она вот пришла и победила. Как всегда. Не надо. Мне не нравится. Вообще нет. Вот всегда этим. Вот такое обычно, что производит на меня примерно вот похожее впечатление. Как будто там есть, господи, да и в этом трусарде какая-то табака или ваниль было. Вот что это такое? Короче, все закончилось металлом. То, что я вот ненавижу. И я заметила, что очень много ароматов, которые вначале мне увлекают меня. Увлекают. Которые вот не сразу нет, а прям вот увлекают. Вот, например, Байреда, какие-то эмоушенс, микс эмоушенс Байреда. Вначале очень интересный был. Такой прикольный. Какие-то были березовые веники с мятой. Такой густой, интересный, несладкий такой. Ну, такой вот прям вот опа, меня веником ударило. Классно было. Металлическая ссака. И с этим трусарде тоже самое. Такая ситуация.